Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим пустым декабрьским баночкам этого уходящего года. Я сначала думала, что их будет немножко, но у меня с прошлого месяца осталось 3 штучки, которые я совершенно забыла положить в пакетик для обзора на пустых баночках нарябрьских. И хотела записать потом отдельное видео, но что-то я приболела и вообще куча всяких где было. Вообще 9 декабря был какой-то сверх такой нагруженный со всяких разных сторон. И в общем, если вам интересно такого формата видео, то welcome to hell. Вот у меня тут такой огромный мешочек получился. Ну и в общем я сейчас постараюсь это все обозреть. Возможно видео действительно под большим. Такс, я достаю. На самом деле их 2 таких. Один мне такой дарила Ирка, подписчица, которая мне много всяких посылок посылала в начале года и под конец. Это Ифаршевская лимитка новогодняя, 200 мл сделанная во Франции, лимитированная коллекция для душа и ванны. Груша в шоколаде, 200 мл. Вот это скорее всего покупала я, потому что до этого у меня был с такой наклейкой, точнее был просто, а этот был с наклейкой из магазина. Ну вот я помню, что покупала в Ярике в этом Ифаршевском офлайн-магазине. Вот такие фигни бывают, которые у них пикают там на кассе, да. В общем этот я пользовала, у меня закончился тот, который вот еще в сумочке, в этой Ифаршевской. И в общем что-то он у меня закончился, я его начинала еще весной, потом летом как-то. И вот он пахнет, когда тепло, конкретно каким-то таким не очень вкусным шоколадом. А когда вот холодно, он пахнет очень вкусно, такой грушей, немножко отдает шоколадом, еще больше напоминает карамельную грушу, которая у них как-то уже была. Еще была такая, такое же по типу карамельное яблоко. Очень хороший гель для душа, хорошо пенится, пену для ванн я делала с ним, вот столько у меня где-то оставалось, буквально вчера утром. Очень хорошая пена для ванн, она держится, можете куда-нибудь свалить, как обычно у меня бывает, забыла полотенце, да, там или еще что-то. И если вы чуть-чуть там минуты 2-3 где-то погуляли, то пена не сдуется, в отличие от того же, если бы она была издана в России, разлита в России, роза это, да. Очень хороший, ароматная, нежная пена, я минут 15 лежала, она, конечно, чуть-чуть подсдулась, но не так быстро, как вот в варианте, допустим, с русскими лимитками и фраше теперешнего этого года, да. В общем, классный очень гель, единственный минус, он иногда мне сушил кожу, не настолько, что уж совсем стягивает, и там вот видно, что она такая сушеная, да, а вот просто конкретно вот как-то местами по тушке стягивал кожу, слегка подсушивал, и приходилось пользоваться каким-нибудь бальзамом, гремом или типа того. Ну, в общем, очень классная вещь, вот это я покупала сама, следующая, которая бот, это уже привет ботырке. Так, у меня закончилось, вообще, ну, я начала им пользоваться, когда на Азоне заказывала, там, сколько-то у меня, половина ушла, потом я сменила, и уже практически не пользовалась, я его додюзывала уже после того, как меня подстригли. Сначала я вопила, что мне не нравится, что кажется, что коротко, но даже моей тюте понравилось, и все люди писали, что хорошо мне, короче говоря, в общем, я смирилась с тем, как меня подстригли. Единственный минус, мне почему-то, тем не Ира даже писала, а та самая Ира, которая отсылка от первого геля, дала увлечку, что после парикмахерка всегда кажется, когда первый раз моешь голову, что волос как-то меньше стало. В общем, мне казалось, что у меня как-то исчез объем, что волос действительно стало меньше, чем есть, хотя меня подстригли довольно быстро, быстрее, чем в прошлый раз в мае, но, в общем, суть такая, что я юзала уже этот укрепляющий биобальзам для ослабленных и поврежденных волос. Листья крапивы на натуральном масле репейника, доктор репейник, сазона, я не помню, сколько он стоил, откровенно говоря, 280 миллилитров, тут и после вскрытия 12 месяцев живет. Так бы он до февраля с 19-го года, бы даже, хотелось бы сказать, следующего, через следующего, скажем так, последующего. Хороший бальзам, я пользовалась шампунем, и сейчас им пользуюсь, мне прислал один подписчик, органик Тай, или как-то так, в общем, возможно, там, у меня был какой-то запрос на мои любимые средства насчет волос, то, возможно, я все-таки запишу этот видос и обозрю. Просто я тут как-то делала, ну, пролистывала свои вот эти плейлисты, что где находится, наводила порядок и нашла случайно какое-то видео с названием «Моя любимая косметика», я не смотрела, что там такое, она пересмотреть будет, глянуть, что там, если это примерно то же самое, как тот опрос, запрос, то, может, я и не буду снимать еще одно видео, ну, посмотрю. Короче говоря, вот тот шампунь очень-очень классный, как мне его и рекламил человек, ну, в общем, в последние дни я вот именно, обычно я его без всего пользовала, тот шампунь, но вот последние дни пользовалась с этим бальзамом. Бальзам очень классно пахнет, я когда пришла тут на дня как-то домой, снова стала им пользоваться, когда не могла понять, откуда у меня в квартире пахнет, вот в коридоре, в ванной, на кухне, в комнате, дальше как-то уже приглушенно, в других двух комнатах пахнет ароматом таким вот, были в Гринмаме гель для душа, допустим, мята и эвкалипт, и еще такой кремовый эвкалипт, наверное, что-то, или не знаю, или... В общем, какой-то кремовый такой гель, тоже освежающий, похож на мяту с эвкалиптом, только с какими-то другими травами, в общем, точно так же очень пахло, похоже, очень такой классный аромат, и сейчас еще до сих пор такой свежестью пахнет, в общем, очень классный, он волосы не спутывал, с разными шампунями я пользовала, тот шампунь, который Тай Косметика, или как-то он там с мандарином, он вообще не спутывает волосы, в общем, с разными я пользовала шампунями, он волосы не спутывал, они легкие, такие воздушные, короче, очень классная вещь, по-моему, он какой-то недорогой был, белый бальзам, укрепляющий для ослабленных поврежденных волос, репейник. Я думаю, что, возможно, потом на Азоне себе что-нибудь такое еще, такое же, возможно, даже закажу. Ну, наверное, он еще где-нибудь продается, помимо Азона, не знаю, в общем, у меня тут закончилась зубная паста, сегодня я открыла новую, другую, силка Дэн, белоснежная улыбка, ну, кто не в курсе, у меня где-то 2 трети молочных зубов, я не знаю, как вообще отличить качество пасты, по мне паста, она и в Африке паста, некоторые зубным порошком пользуются, а некоторые зубным порошком и страх пользуются. Короче говоря, хорошая паста освежает дыхание, новые зубы от нее не растут, старые, возможно, становятся чуть-чуть лучше. Фиг ее знает. Очень бюджетная, что-то в пределах 40 рублей, 130 грамм, мне по-моему на полтора месяца хватило. Я вообще считаю, что, в принципе, нет смысла перепрачивать за бренд, если какая-то вещь, типа зубной пасты. Потому что единственное нормальное, чем вот отличается, суперэкономичная, вот это была у меня Акварфрешли, акварель, я не помню, такая, а в тюбичке мне ее на полгода хватило, чисто за счет того, что там был дозатор, и можно было малюченькой горошинкой полностью очистить полость рта. Здесь у меня много выдавливалось. Мне кажется, что может быть дешевая паста, конечно, если их мало выдавливать, они не сильно почистят, а дорогие больше почистят. Ну, вот я покупала полгет, еще какие-то там, как он там, блендомет в Германии сделан, и у меня подружка считает, что только там он качественный. Хотя, по-моему, у меня разницы нет, что в России, что в Германии, что в Белоруссии, или еще где-нибудь. Ну, в общем, как-то я разницы не заметила, чтобы там малюченькая горошина как-то так все очистилась. Так, у меня закончилась вот такая штука, это еще мои бабуси. Передали, дарили, точнее, ей отдали, мне подарить, или как-то так родственники, короче, передали. Алоэ, вера, пантенол, флоресан, регенерирующий после солнца с гиалуровой кислотой, экстрактом зеленого чая, быстрая помощь при солнечных ожогах, интенсивное питание, увлажнение. На самом деле, я его использовала. Он закончился, вообще у него срок где-то в ноябре, но я заметила, чуть-чуть еще оставалось, тут еще совсем чуть-чуть осталось, 150 миллилитров. Заметила уже, что срок у него закончился где-то вот в середине декабря. Но, я думаю, особой тут проблемы не было. В общем, тут у нас экстракт алоэ, активная база, зеленый чай, депантенол, витамин Е, кислота, вот эта самая гиалура новая, что к ней, блин, хрен произнесешь. Я его использовала в деревне в основном, как вот после укусов комаров и прочих насекомых. Вот зуд какой-то есть, нанес. Он, конечно, липкий жутко, но минут через пять он впитается, никакого зуда вообще. Иногда, как крем для лица, то бишь гет для лица, да, вот летом тоже я в деревню отливала его, в маленькую такую баночку с собой брала. Родня у меня его тоже юзала, как раз вот после укусов насекомых. Вот тут такой вот дозатор. Ну, я думаю, что он в любом фикс-прайсе, наверное, продается, потому что флорисант, по-моему, чаще, часто продается в фикс-прайсе. Начала продаваться в фикс-прайсе, как только этот фикс-прайс появился. Хорошая, короче, фигня, бюджетная, хорошая штука. Иногда я его пользовала вот после душа, когда я кожу стягивала. Единственное, действительно, минус, что вот оно минут пять вот так на вас впитывается, липкая такая, жуткая вообще. На любителя в этом плане. У меня закончилось, хотя тут еще чуть-чуть что-то накапало. Бодина натурия, пилинг, груша, чего-то там. Польская, кажется. Где это вообще? Где тут было написано? Ну, Жанна, короче говоря. Жанна, Жанна. Как-то это, ЕУ. Но мне казалось, что она польская. Может быть, я сейчас найду где-то? Да, точно, польская, 100 грамм. Это мне дарила. У меня еще такая же другая была, по-моему, цитруса что-то. Насти Зарецкая. Если кому интересно, у меня на канале, где вот это все, там всякие эти видео и прочее. Самая главная страничка. Там вот справа или лево по борту такая табличка. Вот интересные люди или что-то в этом роде. По-моему, там она должна быть точно. Вот если не знаете, кто такая, гнитесь, посмотрите, подпишитесь. В общем, дарила, мне кажется, на день рождения. Присылала посылочку такую маленькую. Очень классный такой скрабик, гаммажик. У меня первый хватило его на 4 применения. Этот я что-то на прилично растянула. Я его и полностью на себя юзала. И на пяточки, и на ножки, или еще на что-то. Какую-то часть тела. Короче говоря, если добавить туда, я уже потом поняла, прикол. Если на губку его нанести, на влажную губку, а потом на эту же губку еще чуть-чуть воды добавить, то совсем чуть-чуть вот этого скрабика и на всю тушку хватит. И его, соответственно, хватило мне больше, чем на 4 применения. Возможно, я потом его все-таки попытаюсь оттуда извлечь, эти остатки. Классный аромат такой вообще очень суперский. Вот этой самой вот дюшесовой такой игрушкой. У меня тут пакетик вылазит. У меня тут вылазит пакетик. Так. Это у нас Lush. Тут у меня что-то еще. А вот мои любимые бомбочки для ванны. Обожаю эту фирму. Это вот как раз вот от всей души наклейки. Из последней, по-моему, посылки, которая у меня на канале освещалась, которая мне приходила в подарок, это от подписчицы Елены, которая сейчас в Белоруссии. И вот она мне посылала огромную такую посылку, если интересно, по ластику там на канале. Возможно, в плейлисте посылки, письма по меняшке. Это был чисто подарок от подписчицы, человека, берущего святую Лёйку. Скажем так. И вот тут было две таких бомбочки. Там еще пакетики я достану, и сейчас, соответственно, их обозрю. Что-то у меня что-то. У меня что-то все до нее руки не доходили, я на нее смотрела как-то. Фигня их у меня очень даже прикольная. Спасибо. Так, это у нас вот, знаете, с бумажкой первый пакетик. Вот в этом пакетике были еще вот таких два пакетика. Так, это у нас что такое? Это у нас был круглый крем, который... Где-то была наклеечка, по-моему. В общем, круглый крем очень нравился Лене, как я поняла. И вот он... Ну, обычно щипучая соль для вам, ту самую соль, которую я одно время делала. Обещала сделать мастер-класс на видео, но так руки все не доходят. Хотя уже вся составляющая даже одно время купила. Это у нас вечерняя бомбочка, которая вот как-то советуется, если ее вечером сделать, принять ванну, то потом будет у вас хороший сон. Кстати, да, вот, правильно. Еще такая огромная такая бомбочка хорошая. Вот есть бомбочки, они растают там за несколько минут, нифига нету. И в воде в лучшем случае плавают какие-нибудь сушеные петочки. Тут вода окрашивалась. Вот здесь вот беломолочный цвет с этой бомбочкой, потому что еще была желтая. Аромат, масло там какое-то плавает. Ну, чувствуется-то все, и выходишь, и, в общем, кожа увлажненная. Сам весь такой, как в креме, действительно, поплавал в каком-то. Тут у нас лимонная кислота, потом вот это вот натрий, который самый... Вот самое основное это колумбийское масло какао, закупленное по правилам торговли. Масло иланг-иланг и парфюмерная композиция. Это вот из основных. Ну, тут еще что-то есть. Кто-то там мне писал в комментах, почему я не читаю весь состав. Я не знаю, к чему там обозначение это было. Ну, смысл весь читать состав. Если вам интересно, зайдите на сайт ЛАШ и посчитайте состав. В общем, очень классная вещь. Мне очень понравилась. Я потом все-таки с подобию сделаю себе тоже. Ну, запишу, естественно, на видео. А это у нас второй такой пакетик. Это вот уже был биселютик, оказывается это называется. Только сейчас заметила. В общем, это был желтенький такой шарик. И как тут написано, что если принять утром с ним ванну, то на весь день у вас будет заряд энергии. И он был желтенький, как я уже говорила. Там цветочки какие-то, кажется, сверху были васильки или что-то такое. Немножко сверху таких голубеньких, синеньких. И он очень медный, ну, не быстро, но так конкретно растворялся в воде. Вот такой вот шарик был. И вода окрасилась желтой, аромат вообще стоял такой лимонной свежестью, такой офигительный. В общем, классная очень вещь. Спасибо, Лене, большое и большое. Я раньше у меня была, ну, в смысле, она и сейчас, наверное, есть, конечно. Однокласска, которая там работала, как я уже говорила, в одном видео, она мне стабильна и рекламировала ЛАШ. Но ни разу вообще глаза не видела, в руках не держала ничего такого. Пока мне Лена не прислала в посылке. Только слышала про этот ЛАШ в Секе-Востоке. У меня закончилось, видимо, я решила тут еды с неедой сделать. Пустая баночка, пустая коробочка, 125 грамм. Это у нас китайский зеленый чай, типа порох. Прислали мне его сестры, одна из Лондона, другая из Риги. Соня и Инесса. Вот у меня закончился этот чай. И, в общем, классный чай. Я вообще раньше любила очень зеленый чай порох. Потом я забыла, что я его любила. И периодически я стабильно забываю, что я люблю зеленый чай. Но, в общем, этот я так, это... Он у меня сначала пился-пился, потом я забыла, потом увидела, вспомнила о чай. И за последний месяц его так конкретно удела. Хороший, классный чай. Тут он так еще внутри был. Там еще какие-то, может быть, пару чаинок осталось. Очень классный чай. Спасибо. У меня закончился. Вот это я сама покупала, не поверите. Еще когда пользовалась... Была консультантом на Эйвон. Мне как-то еще звонили из этого Эйвона. Как раз примерно год был, как я последний заказ там делала. И типа бла-бла-бла. Мы Эйвон у нас одно время были. Не хотите ли еще повторить? Я думаю, вы меня столько раз накалывали со всякими бонусами и акциями. Да еще и забанили раньше времени. Ну, нет, не хочу, сказала, что мне и так все бесплатно достается. В принципе, ну, дарили же девчонки разные, да? А я нет, меня отверили. Знала бы, что это подействует. На всех бы консультантов, которые пытаются мне свою эту косметику пинтюрить в роли консультанта, меня отвечала бы. Эйвон Планета Спа. Это у нас 200 миллилитров, сделанный в Польше. Скраб, кажется, чего-то там в море. Да, с минералами мертвого моря. Вот такой вот он. Я его когда-то открывала. У меня уже вот тут подсох. И он после открытия живет 12 месяцев. И, видимо, уже прошло 12 месяцев на тот момент, когда я его открыла, потому что или подходили эти месяцы. Вот, конечно, даже что-то скопилось на стенке, потому что он слегка подсох у меня. Но он классный был. У него такой шикарный унисексовый аромат. Мне так нравятся вообще такие. Так ближе к мужскому вообще суперский. Он хорошо вот это скрабировал. Я им пятки и бедра скрабировала, потому что моя родня считает, что у меня целлюлит от целлюлита. Я не знаю, как он выглядит, поэтому по совету подруге я все-таки на всякий случай скрабирую. В общем, классный такой. Возможно, если я когда-нибудь все-таки решу вдруг заняться Эйвон. А вдруг. Или просто решил кого-нибудь заказать, то, возможно, я себе вот такой закажу еще раз. Потому что мне очень понравился. Ну и вам, соответственно, я советую. В Эйвон тоже есть. Ну, вот если пройтись по каталожкам эти, Фаберлик Эйвон и Рефлейм, то Фаберлик у меня на самом нижнем месте, потому что там очень мало по пальцам пересчитать вещей, которые мне действительно нравятся. Так, у меня закончился. Ну, там где-то еще одна четверть или одна пятая часть осталось. Лак. А ты, Фраше, который мне попался в подарок, вообще я тогда покупала какой-то их лак из новой коллекции. На тот момент новая, это уже древняя такая коллекция. И можно было выбрать что-то в подарок. Была такая акция. Но в подарок, в смысле лак из всех красивых цветов, разобрали все, что можно, и оставалось какой-то ужас. И что-то меняемое. Что-то меняемое оказалось вот это вот по цвету вишни. Это у нас Кулер Натюр, коллекция Солнечные дни. Лак-блеск для ногтей 5,5 мл. Черешневый коктейль 113 номер. Он вообще сроком до января 2017 года оказался. Он загустел. Последние месяца 2 я все ему давала последние шансы. Он очень стал хреново наноситься. Я хотела его разбавить, но он еще, ну, чтобы развести, он еще оказался уже такой немножко отпрыснутый. И очень долго сох, минут по 10. Короче говоря, я решила, что он, наверное, уже откинул полученные коньки свои лаковые. И его можно выкинуть. Вот такая вот кисточка. Зачем-то я его понюхала. И да, он еще стал вот еще где-то, ну, уже полгода назад я редко лаками пользуюсь, редко наметка. Вот сейчас у меня лак от Елены как раз вот этой посылочной. Из Минска теперь уже. Короче говоря, он стал краситься очень сильно. Допустим, когда стираешь этот лак, какой-нибудь любой лак, от этого у меня на руках оставались развода краски, которые долго не ударяют. В общем, что-то, наверное, он все-таки испортился. И больше положенного срока жить не мог. У меня закончилось мыло. Я тут смотрю на часы, потому что я боюсь проговорить больше времени. У меня закончилось мыло Эйван Сенсес. Два в одном, очищение и свежесть, пробуждающий, цитрусовый заряд, сточный грейдфрут и мандарин, жидкое мыло, 100% экстракт и натуральное происхождение. Короче говоря, мне его подарила моя подписчица. Лёлька и... Лёлька, Лёлька, Лёльке, скажем так. Можно сказать так, она мне тогда что-то предложила, что бы я хотела. Мне так неудобно было спать на потолке, но я сказала, я даже не ожидала, что она это действительно пришлёт. В общем, ей огромное большое спасибо. Мне очень нравится этот аромат Вэйван Сенсес. Мне нравится этот скрабик такой у меня стоит ещё в запасах. Я когда-то покупала. Потом у меня был даже гель для душа. И мыло я как-то брала. И вот ещё раз мыло мне подарили. В общем, классная муна, она у меня стояла на кухне. Я не замечала, как она закончилась. Но где-то месяца на полтора, наверное, его хватило. Так, у меня тут что такое? А, вот что у меня такое? Это из этой... С той самой ноябрьской первая пустой пакетик. Это у меня маска из Японии. Вообще маска, по-моему... Где же? Или я не здесь читала? Ну да, наверное, это японская маска. Потому что в одном месте на какой-то маске мне показалось, что она сделана в Корее специально для Японии. Да, вот модель с Кореи. Короче, это сделано специально для Японии корейцами. Японская маска тряпочкой с мордой лица какого-то героя. Она настолько была пропитана этой жидкостью, что вот мне кажется, этой маски хватило бы ещё на 3-4 лица. Не поверите, она ещё до сих пор влажная. В общем, я её наносила. Держала классное лицо такое потом. Ещё в зёркало на себя смотрела, потому что я очки поверх этой маски наносила. Ну, конечно, они очень умеют этими тряпочками пользоваться, потому что у меня нос оказался открытым, хоть я его и накладывала. В общем, это у меня вообще подарок от подписчицы Алены с Украины, которая была в Японии. В общем, классная такая вещь, прикольная. И вот у меня она сейчас опять будет. Да, вот она ещё, мне кажется, действительно её так на прозапас пропитывают, что она, наверное, там, не знаю, на много человек хватит этой маски или на несколько применений. В общем, прикольная вещь. У меня там ещё есть набор от человека. Тоже, правда, ездишь в Китай. Вот это у меня закончилась маска-скраб Пайот Париж от Диляры, тоже подписчицы. В общем, я её пару раз пользовала как маску и в основном использовала как скраб. Она похожа на гаммаж с малиной от Гринмамы. Такие большие тюбички у них до сих пор ещё, по-моему, не упускают. Тут 50 мл хватило надолго. Потом я её уже пользовала практически каждый день, вот вместо умывалки. Такой нежно-хороший гаммажик, очень классный. Сейчас покажу. Я его уже, по-моему, весь выдавила. Он там, да, наверное, уже не это. Ну, видно, я его так это уделила, этот тюбик. И чем-то таким травянистоприятным пахнет. Я ещё специально понюхала. Ну, Диляры, соответственно, большое спасибо. Классная штука. Если увидите, вам советую покупать. Без понятия, сколько стоит на самом деле. В общем, нету бумаги, чтобы осталось. Это из того вот этой коробочки красоты, которую мне Ирина на мой адрес отправила. Это у нас плитка Себомед. У меня от неё уже практически ничего не осталось. Такая тоненькая полосочка. Я её и умывалась, и два раза мылась. Единственное, чтобы помыться, надо четыре раза губку намылить, потому что помылился. Ну, в общем, на четыре части тела её хватает. Только один помыв на одну часть тела. Я её умывалась, и руки мыла очень классно. И оно мне очень помогло. Потом, позже в этом же видео скажу, с чем. Там ещё должна быть коробочка. Я просто не стала показывать этот отомылочек. Всё-таки он ещё доюзываться будет. Но вот мне его, в принципе, хватило. Я боялась, что я не успею его доюзывать до конца срока, потому что срок у него был до февраля. Я рассказала ей, такая же коробочка приходила на себе. И мне заказывала одинаковое. И что там тоже у неё вышло до февраля. В общем, из той же коробочки крем для ног. Крем для ног смягчающий, заживляющий. 45 мл хвоя, елова и обрепиха лаванды, чайное дерево, масло корите и витамины. Это у нас изготовлена мастерская Олеси Мустаевой, город Казань. Хороший крем для ног. Там ещё, может, осталось на один раз. День ещё, в смысле, не закончился. Год ещё подходит только к концу. Я его показывала, по-моему, да, вот я показывала в обзоре моего отзыва на эту содержимое баночки. Вот тут ещё что-то вылезает. Могу ничего сказать, чтобы он там сильно так увлажнял или заживлял, потому что у меня пятки... Я снова опять забыла про них, ленивая такая. Я эти тазики снова не делаю для ног. Не сказать, что они у меня жёсткие. Но не такие жёсткие, как раньше были. Возможно, всё-таки немножко и увлажнял. Но запах у неё был офигительный. Я им пользовалась в основном утром. Вот после душа им намажешься. Кайфово, короче. Но, может быть, им можно было ещё и вечером. Но тут написано, что защищают кожу в течение 24 часов. В общем, ускоряют процесс заживления и смягчения. Потом дезидорируют. Ещё что-то делают, ещё что-то делают. В общем, очень классный крем. Мне понравился. А только не поняла, это полноценный флакончик 45 мл. Или это, типа, как пробник считается. Ну, как-то так, в общем. Я даже не знаю, где-то продают. Но, если что, я вам советую. У меня закончился... Не смейтесь. Я когда-то купила. Мне одно время прикалывало этот каждый день покупать. Вот так интересно было. Ну, качество дешёвое, там смысл. У меня закончился крем для рук. Каждый день с ромашкой. Я его покупала за 12 рублей. Тут 50 мл. Он у меня год с лишним таскался по сумочкам. И вот я в основном ещё на работе им пользовалась. Так, куда-то в деревню брала. В общем, он у меня закончился. Я его весь выдавила. Ну, такой обычный дешёвый крем. Иногда в какой-нибудь каталожке бывают такие крема. Вот, допустим, он напоминает эванский серий Кэя. Вроде увлажняет, но особого эффекта нет. Ну, в общем, ничего плохого сказать не могу. Ну, и хорошего тоже. Обычный крем. Дешёвый. Бюджетный. В сумку закинул и нормально. У меня закончилось масло облепихи. Смягчатый осветляет косметическое 200 мл Мирола, на котором я делала свои дезики. На 4 дезика хватило, ещё куда-то добавляла. Обычное масло. Не знаю. Я даже не помню, почему я его покупала. Ну, по-моему, в Фикс Прайсе. Так. У меня что-то там такое закончилось. А, вот. У меня закончились духи, которые Аленка мне отдала. Я так поняла, что ей аромат не понравился. И, наверное, перестала пользоваться. И у них срок годности ещё был до мая 19-го года. Это у нас Фаберлик. Фу, не Фаберлик, извиняюсь. Это тот самый Арифлейм. Пару Оман. Походу, дело, это сила женщины. Лила женщин, что-то в водороде. Туалетная вода. Сначала я не очень поняла, что это такое. Ну, я вообще не могла понять, чем он пахнет. А потом я что-то его так разнюхала. И он мне напоминал что-то такое горькенькое, сладкое и немножко эриснуаровое. Кот у меня его не любил. Он у меня уже 8 раз, вот сегодня ночью, 8 раз угромил эту ёлку. Хотя на ней уже 2 дня, как нет никаких шариков. Да, вот последнее видео. Точнее, последнее видео в этом году. Видео вот это поздравление. Меня ещё просили там подведение итогов. Я решила что-то одно видео сделать. Два в одном. И на фоне ёлки это сделают. Соседи курят. Чувствую табак. Короче, я их прыскала ёлку этими духами, потому что не нравится. Кот не утаскивал мою ёлку куда-нибудь со стола. Ну, я не знаю. По стойкости, наверное, часов на 8 мне их хватало. Или я их просто на себе так чувствовала. Хорошо, не знаю. В общем, прикольная. Вот моя соседка по работе, хозяйка Кадо, она сказала, что почему-то она почувствовала там пудровый аромат. Я розу и пудру. Я вот этого не чувствую. Блин, вот зачем люди курят? Курили на площадке. Курили бы у себя дома в какой-нибудь комнате закрытой. Или вообще не курили. Так, а это вот второй гель, который как раз тот первый, который я заюзала. Который я открывала несколько раз в разное время. Я им пользовалась. И потом доделала в начале, ну где-то в середине, под конец. В середине, наверное, декабря. И я подумала, что вот у меня есть второй гель. И он уже констанет, и тот, и другой. И если они у меня оба есть, то если мне он понравился, аромат, то почему бы мне вот, ну, не доделать после этого вот этот. Тут-то еще немножко осталось, а этот-то пустой, потому что я делала на нем пену для ван, уже все-все-все до самой последней капельки вытряхала. Ничем не ей большое спасибо. Очень классный гель, и у меня тут все что-то хватает. Да, если вдруг вы заметили, у меня тут свежая скатерть. Я вчера решила их положить, главное, достаю эту упаковку, кто-то когда-то дарил. А там из этой упаковки вылетает еще самопальная, или сделана под самопальную такая в виде капельки прихваточка с чесноком. У меня теперь этих прихваточек вообще до века. Так. Коробочку-то я, видимо, а крем-то у меня в сумке, он еще не закончился. Я думала, что он у меня закончится, я его положила в сумку, и теперь он еще пользуется. Это вот, в общем, крем. Я его еще открыла, в ту коробочку, чтобы понять, где-то тут по-русски написано. Крем для рук, Жене де Мэн. В общем, короче, Клэринс, Клоринс, Клоранс, фу, блин, я забыла, как на французском это все читается. Это нежный крем на основе растительных экстрактов, смельчат, улажняют, восстанавливают и защищают нежную кожу рука. То есть здесь для холода, солнца, жесткой воды, а также крупляют ногти. В общем, с ароматом листьев лимона или с экстрактом листьев лимона, мне его Ирка, по-моему, она мне его привезла как раз вот на встречу меня и подписчицы, ее в роли подписчицы, скажем так. В общем, он у меня сейчас лежит в сумочке, хороший крем. Я думала, что он у меня закончится, я его в пустых баночках, но он еще не закончился. Просто коробочка. Куда бы эту коробочку-то деть. Блин, знали бы вы, как мне тут сейчас противно было. Вот надо было, прям хотелось встать, взять какие-нибудь духи и попрыскаю, потому что жутко. Это не так, а ком сюда прямо через две двери несет. В общем, у меня закончился бешеные животные от натуры в Сибирике. Биоскраб для тела, жгучий имбирь, дикий сала, сахалинский перец, красная пирта, чистотел, вулканическая соль. Мне его дарила Настя Лукьянова. Там у меня в разделе, по-моему, подписки, на кого я подписана, если интересно, книги здесь нет. Вообще, она подруга Аленки, но мы с ней знакомы как через Аленку. Общая подруга, да, можно сказать так. Короче, он оказался антицежерихный. Я не знаю, может, она через одежду поняла, что у меня там целлюлит, и он действительно у меня есть. И я его пользовала, что хочу сказать. Вот тут еще немножко осталось. Пахнет он специфическим. Я его пользовала, в общем, в основном туда, где этот целлюлит обычно и прыгает. На теснанные части тела, иногда на пятки. Густой, хороший, воняет. Особого эффекта не чувствуешь. Но когда я последний раз его наносила, последний раз пользовала, я решила добавить туда водички. Вот тогда идет уже эффект вот этого сжения, согревания, аромат усиливается. Там как-то оно больше массируется. Вот только если туда добавить водички, но нигде никакой инструкции там на нем в плане водички не скана. Тогда это классный скраб. А так, если его пользоваться просто по инструкции, то фигня не скраб. Ну, с другой стороны, спасибо за возможность попробовать. Я бы сама, наверное, не купила бы. Я даже не видела нигде этих бешеных животных. Crazy Animals. Да, вот моя рука несчастливая или счастливая достала вот этот крем. Неверя увлажняющий дневной крем. Защита от УФЛ лучей. После открытия 12 месяцев, 50 мл, сроком годности до сентября 2018 года. Вот здесь никаких опознавательных знаков нет, но я подозреваю, что там что-то было. Вот хотелось бы, допустим, почитать состав. Мне его подарили на день рождения, скажем так. Но перед этим этот крем дарили кому-то, передарили еще кому-то, а потом уже мне. Я не знаю, в чем причина, почему его кидали с рук на руки. Другой разговор то, что все-таки я считаю дурным тоном передаривать какую-то вещь, тем более на день рождения. Тем более, если он действительно вызывал ту же самую реакцию на кожу, что и у меня, о которой я позже расскажу, то это вообще, мягко говоря, неуважение к человеку. Не знаю, кем надо быть, как себя чувствовать. Я с Иркой вот это обсуждала, которая подписчица жаловалась ей на этот крем. И как бы она сказала, что должно быть очень противно передаривать вещь, которая тебе не подошла кому-то. Противно сам его держать в руках и передаривать еще. Мало того, что он, соответственно, открывало его как минимум до меня 2 человека, как минимум 2. Я не знаю, когда точно его открывали. Прошло из того момента 12 месяцев. Подарок на день рождения получился как позже, чем день рождения был, допустим. И мне тогда сказали, что можешь мазать кожу тела. Как бы вот нам оно не подошло, решили отдать тебе. Я очень вежливый человек. И я еще впадаю слегка в такой ступор. Я тупо не знаю, как реагировать обычно на такие вещи. Ну, как меня в детстве воспитала мама. Если подарили подарок, а он мне нравится, нельзя в лицо человеку об этом говорить. Просто спасибо сказать. Ну, а потом уже что-то с ним делать. Ну, и такая тема, что передаривать дареное не дарят. Можно, допустим, если что-то вам не подошло, спросить мнение у человека и отдать. Отдать это еще вариант можно. Еще момент. Крем на 1 треть был запользован. То бишь, один человек его попользовал. Грубо говоря, будем считать, что 2 человека, когда меня его пользовали. Попользовал, что-то случилось, не понравилось, отдал другому. Попользовал, что-то случилось, решил подарить. Леониде на день рождения. Офигительный подарок, да? Вообще офигительный. Я никогда не пользовалась кремами Невеса, если честно. Возможно, когда-то пользовалась дезодорантами. Но я как-то мимо этой марки все время прохожу. У меня как-то был, возможно, гель Неве. Но именно средствами Невеса я никогда Неве не пользовалась. Именно вот такими кривами. Возможно, он был зафольгирован. Я не знаю вообще, как он выглядит. Возможно, он не был зафольгирован. Хотя вот здесь вот фиг знает, что это. Я даже боюсь сейчас к нему прикасаться. Вот немножко на палец капнул. В общем, у меня однажды был подобный. Сейчас просто вспомню. Вот я говорила вам о поводу Фаберлика. Однажды у меня была одна девочка, с которой мы дружили. Девчачья у нас такая компания была. Разошлись как море парохода. В принципе, как бы, ну, разные интересы. Она, как обычно бывает с людьми, вот если мне что-то нравится, мне нравится общаться с каким-то человеком, да, всегда вот хочется с ним поделиться чем-то хорошим. Она вверила в этот Фаберлик и казалось, что это офигительная вещь. Меня за день до этого, ну, в общем, на следующий день у меня было мероприятие. Меня пригласили выступать. Я, если кто не в курсе, как бы считается поэт, да, местный, улический. Писала тогда стихи. Сейчас я уже очень что-то, не знаю, год или два этим не занимаюсь. Что-то у меня как-то нету такого вдохновения, ни писательского, ни поэтического. И, в общем, она пришла ко мне с каким-то скрабом, гамажем. Я не знаю, что-то такое было от Фаберлик. Она мазала меня, то все, у тебя кожа была классная, супер-пупер. У меня кожа покрылась красной, толстой коркой. Вообще каким-то ужасом. Я не знала, как мне идти на следующий день на мероприятие, как вообще это все убирать. Но я не помню, чем я тогда, но справилась. Ну, я и тогда всячески пыталась сказать, что мне не нужны, мне не нравятся такие эксперименты. Вот мне нравится то, чем я пользуюсь. Может, оно какое-то не кошерное, не такое крутое, но не надо мне Фаберлика. С этим кремом у меня было что-то подобное. И вот если у человека, у этих девочек, скажем так, была реакция организма, как они его пользовали на лицо, допустим, такая же, как у меня, то смысл передаривать его мне, учитывая, что у нас примерно одного типа кожи, да даже убирая тот момент, что он передаренный, уже портованный не одним человеком, то смысл еще советовать пользоваться его на тело, а не на лицо. Я вообще не понимаю. Это как-то... У меня было, мягко говоря, очень сильное разочарование от этого человека. После вот этого крема, потому что я намазалась. Нормально так, но иногда, в общем, увлажняющий крем, допустим, пощипывает слегка кожу лица, да? Бывает такой момент. Я не обратила внимания. У меня немножко оставалось этого крема, я нанесла на руки. Где-то часа через 4 применения у меня на этой руке. В том месте, куда я нанесла этот крем, было такое покраснение и какие-то такие маленькие вулдыри. Я слегка прифигела, думала, может, я чем-то ошпарилась, может, я еще обошлась что-то. Ну, бывает такое горячее водой, там капнул маслом или еще что-то. Да и вот здесь такое же, вот там, где был крем. Я сначала не придала значение тому, что, ну, допустим, крем и вот это вот место, как бы туда, куда попал крем, вот это место стало таким видом. Лицо мое, я тогда, в общем, не помню, куда-то я ездила, была ли я где-то. Ну, получилось так, что я встречала свою подругу на улице, было нисколько холодно, но, в принципе, прохладно. Я был небольшой снег. Когда мы пришли домой, она мне сказала, у тебя такое красное лицо, неужели ты из-за меня замерзла? Потому что она, в принципе, слегка опоздала на автобус, а на автобус опоздал сам. Я ей сказала, что у меня обычно с мороза бывает такое лицо, а потом думаю, какой мороз, 0 градусов. У меня телефон что-то, а, моя японская приложенька, она поминает о себе. Короче говоря, мало того, что, ну, я соответствовала, потом сняла, но думала, обычно у меня это от мороза, но как-то проходит, у меня лицо краснело, 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 туда, благо, я не нанесла на область глаз. Иногда бывает, что я вот здесь вот еще, как бы помажу, да? И на нос у меня как-то не сильно попало, в общем, у меня щеки над губой, под губой этот, подбородок, и лоб у меня покрывала красная толстая корка. Лицо горело. На ощупь было, как я не знаю, с чем сравнить. Куча каких-то маленьких красных прыщиков. Я спасалась с табамедом, вот этим мылом. Я спасалась бора плюсом. У меня еще тогда оставалось, по-моему, алоэ вера или что-то такое. В общем, чем-то я таким еще мазал. Я специально пошла в аптеку купить фильтр, пакетики, череды у меня, потому что самой не собрано в этом году было. Я заваривала эту череду и в течение трех часов, каждые 15 минут, прижимала ватные диски, смоченные в настое череды к лицу. У меня четыре дня не проходил этот, извиняюсь, ужас. Не буду матом говорить. При том, что у меня была эта неделя, вот конкретно сначала у меня генеральная репетиция была в театре нашем, и я должна была с этим красным лицом явиться. Потом у нас в воскресенье был театр сам. Кстати, видео вот, потом меня все-таки попросили смонтировать, и придется это все-таки выкладывать. 15 минут позора, да, называется. Ну, кому как, на любителя. И, в общем, я не знала просто как себя, что делать. У меня вот это вот от этого крема была вот такая реакция. Если у человека, дарившего мне, была такая же реакция на этот крем, то смысл дарить его мне? Это зависть, я не знаю. Это вообще как, кем надо быть, чтобы такое делать? Уберем, опустим тот факт, что это передаренный продукт, дважды открытый как минимум, пользованный, не новый, на одну треть использованный. И открытый вообще неизвестно когда. То ли у него такая реакция была, потому что он открытый больше уже 12 месяцев. То ли у него там какой-то компонент, то ли еще что-то. В общем, мне еще подруга посоветовала, ну, типа, ноги им помажь, но так как у меня даже на руках такая реакция была, и так же вот долго не проходила, то как-то я не рискую ноги им мазать. Мне, в принципе, дофига кремов и молочков, и чего-то там для тела есть, чем мазать ноги. Даже крем для ног есть, фаберликовский от подписчицы, да? Но суть такая, что на утро у меня красная-то чуть-чуть спадала, благодаря этой череде. И у меня лицо, я когда умывалась, я боялась его затронуться, потому что у меня все покрывало какие-то мелкие шарики какие-то. Может, это высохли эти прыщи непонятные. Ожоги вот эти, оно напоминало ожоги. Когда я пришла на генеральную репетицию, показала свое лицо Маше, она сказала, что с виду как бы не очень заметно, но видно, что что-то не так. Я ей сказала, что я вот просто дотронула, допустим, руками до лица, до кожи лица, и у меня на руках оставались вот эти маленькие точки, беленькие. Я говорю, у меня руки грязные, я не буду рисковать. Но вот этот ужас, я просто не знаю, с чем сравнить. Люди, просто я не знаю, не надо до такого состояния отпускаться, если вам что-то не нравится, оно вам не подошло, пожалуйста, выкиньте это. Не надо дарить своим друзьям такие вещи. И не именно вот этот крем, а вообще-то, по-моему, он настолько дурной тон, это вот, я не знаю, ниже некуда. Так, ну и, пожалуй, перейду к другому уже. Так, видеобот очень, понимая. У меня закончился, это из ноябрьских баночков. Моменты счастья зеленые от Ир, паробник от Ифражевской посылки. Он еще чем-то даже пахнет. В общем, когда я помню, мне приходил в подарок Минька, я ее открыла, она мне напоминала, мыльную какую-то, стиральный порошок дешевый. Кому-то из друзей моих тогда, что мне нравилось, или просто халява, мне сегодня нашли по низу что-то в личку по поводу халявы написала, я забыла. Ну, в том стиле, короче, или просто халява брала свое, ну, в общем, меня тогда этот духи кому-то дарила. И Ирия тогда говорила, что они мне очень нравились, она когда потом пробник, типа он тебе не понравился, типа не твоя любимая, не знаю. В общем, я когда его открыла, он мне показался приятным. Я не помню, чем таким, ну, нежный какой-то аромат, я так удивилась, может, действительно время на меня духи, потому что у меня на некоторые духи разная реакция, которые у меня, допустим, растояк. Сейчас она пахнет как-то так вот мыльной водой. Короче, все-таки это не мой вариант вот этого момента в счастье зеленых. Мыльная вода? Может быть, мыльная вода? Наверное, он тогда очень хотел мне понравиться. В общем, вот эта коробочка от Себомед, из которой была вот эта бумажка и то мыло, которое тоже мне очень помогло справиться с последствиями пользования кремом Антнивея. Открытым. Хрен знает когда, хрен знает кем и попользованным на одну треть. У меня закончился от Саванри Крем Дэру. Интенсивное питание и увлажнение, активные компоненты, масло авокадо, масло кунжутное, сок листик алоэ, экстракт ромашки. 100 мл хватило практически на год. Сделан он был 15 марта, или 17, 15 марта. Прислали мне его в свое время на обзор от этой компании. В общем, очень классный крем, удобный дозатор. Единственное, тут совсем чуть-чуть осталось, и уже было очень проблемно его плюнуть, достать нанести. Очень классный крем. Ну, конечно, я им пользовалась, мне постоянно, потому что мне постоянно, периодически мне дарили разные люди всякие крема для рук, которые тоже периодически или открывались, или нужно было попользовать, или просто уже открытые мне дарили. Я не против чего-то того, что вот я попользовала, не хочу его доюзывать, отдам тебе. Но мне почему-то кажется, я всегда себя чувствую какой-то помойкой. Это вот тебе не понравилось, оно у тебя стоит, зачем ты тратишь деньги на что-то, что тебе потом не понравится. Или не пользуешься, или доюзай его там, как крем дано. Ну, одно делаешься, как-то договариваешься, еще что-то. Ну, видимо, все-таки моя вежливость берет свое, потому что сейчас оно просто все так накопилось, я решила в этих пустых баночках, хотя по поводу этого крема советовалась с разными подписчицами, стоит ли позревать и говорить свое мнение, я решила все-таки согласиться с их пожеланиями. Потому что мало ли чего, может быть, это действительно реакция на крем у организма, не из-за того, что он открыл, хрен знает когда и хрен знает кем попользовалась. Может быть, действительно там что-то такое, что на смешанную кожу лица может повлиять такой вот коркой красной. Короче, очень классный крем. Когда у меня когда-нибудь закончатся эти все даренные подписчиками в основе крема, я закажу себе такой крем у нас в магазине в Кадо, потому что они уже 11 лет сотрудничают с Саванри, и вот у них, по-моему, цены точно такие же, как в магазине на сайте, даже чуть дешевле местами. В общем, классный крем, хорошо увлажнял. Мне нравятся даже мои роднелки, я просто приносила, я хотела даже тетя своей отлить немножко, куда-нибудь, баночку, что типа надо, не надо, я просто попробую. В общем, очень классный крем советую, Саванри. У меня есть отдельный на канале плейлист, посвященный Саванри, и если вам интересно, можете тут откнуться, ну и там под каждым видео ссылка на товар на сайте. Очень длинное видео будет, нанюхала я сейчас, то что-то всего у меня всегда першит горло. У меня закончился букет, букет чего? Утро в саду, букет ландыша, короче, ландыш, мой этот самый пробник, тоже из той же посылки подарочные икраши от Ирины. Ну, у меня раньше ландыш сочетался, ну, как бы так сказать, эрикатной такой темой, когда у меня была другая кошка, и она иногда гадила по углам, то бабушка с духами, которые ей подарила ты прошел вот этот аминоландыш, она прыскала эти самые углы уже после того, как мы уберем кошкины подарочки. И мне оно ассоциировалось одно время, этот ландыш, исключительно с кошкиным туалетом. У меня закончился пробник, от Аленки от Фаберли, к букет любви, букет дамур, мерзкий. Я ему столько раз пыталась сдать этот шанс, чтобы он этот, ну, как-то себя оправдал. Мерзкий. Фу. Радость какая-то. Не знаю, как описать, но настолько мерзкий, он мне... В жару он мне не подходил, в холод он мне не подходил, в нейтральная погода не подходила. Жуть! Я его даже хотела выкинуть или кому-нибудь отдать, но кто у меня его нюхал, никому он не нравился по запаху, а так вот чисто отдать, вот на, возьми, вот мне не подошло, мне как-то вежливость, совесть, не знаю, что воспитание не позволяет. Короче говоря, у меня закончился Эвиденс, пробник, тоже, тоже по ссылке, а только там шесть пробников тогда было, туалетки. Короче, я люблю вообще Эвиденс, классный аромат. У меня закончился еще один пробник, это у нас Solixir Purple, Eau de Parfum, я снова забыла, какой из них мне очень нравится, потому что какой-то из них, мне тогда Лена выясняла, какой мне номер, типа, какой тебе из них все-таки нравится, я потом ей пишу, вот такой, она мне его присылала, представляете, ну, если вы не видели эту посылку, я там, по-моему, даже вякнула, так, о! Короче, у меня тут, тот Эликсир, который мне нравится, он у меня уже теперь есть, благодаря Лене. Так, что-то тут у меня еще, какая-то бумажка. А, во, у меня вот это, к этому скрабу я написала бумажку, видимо, боялась, большая забута, короче, если натирать чуть посильнее и смочить еще водой, то будет согревающий эффект. Открыла это при самом последнем нанесении. Скраб Безумные животные. Ну, записала же, Так, эта коробочка, он у меня еще не, еще живой, но коробочку из латунной, я думала, что она у меня вся уйдет, эта баночка маленькая на мою кожу, после того, как я ее слегка обидела этим жутким гремом. Это у нас Бора Плюс. Из той коробочки красоты от Эрти. Так, у меня-то что-то еще ведь есть. У меня закончился еще один пробник с Эликсир Гуа Сенсуэль. Наверное, это тот самый, который мне нравится. Да, это с Эликсир, тот самый, который мне нравится. Так, и вот у меня, по-моему, последняя уже баночка. Так, последняя, какой-то вообще бездомный этот пакет. Да, последняя баночка. У меня вот то, что оно должно было быть в ноябрьских баночках, та, третья баночка, но как-то у меня, забыла я про нее. Тут совсем чуть-чуть осталось, я вообще не знаю, я видела у кого-то в обзоре, я вообще не знаю по именам, вот знаете, иногда тыркаешься, там, какая-нибудь реклама, идет на Ютубе, тыркаешься и смотришь. Это у нас, я видела его очень часто в том магазине, который раньше назывался Черный Кот, в центре, в бывшей пирамиде. Сейчас я землю, извиняюсь. Фито, косметик, народные рецепты, 100% натурально, без СЛС, гомовой парабенов, густой мыл для тела и волос, восстанавливающая, диактерная, с маслом, мазжеведника и экстрактом дверобоя. В общем, я им несколько раз мылась, в основном мыла голову и сочетала я его вот с этим вот чатем. В принципе, неплохое такое надолу, ну не сказать, что надо, ну где-то на месяц может хватает, не знаю. Я его периодически отставляла в запасы, иногда доставала. Прикольное, я чуть не помню, сколько оно стоило, откровенно говоря, 100, 120, 130, чуть не знаю. Тут 155 грамм, ну оно похоже на мыло, черное мыло от Бабки Агарфи, еще какое-то такое базное мыло. Тот же самый вариант, может чуть дешевле. Может столько же стоит, если кто, чуть больше размеров. В общем, вот такие у меня были огромные, пустые баночки, пакетики декабря с тремя товарищами из ноября. И если вы сию осилили до конца, то я очень рада, вы, соответственно, словили от меня позитив, хотя где-то в середине видео был такой конкретный негатив, но просто я решила, что все-таки люди должны знать. Ну и немножко высказалась, хотя я чувствую, что, ну не то, чтобы чувствую, есть возможный вариант, что мне будет в личку потом писаться что-нибудь такое, что вот почему-то сама мне об этом не сказала, тыры-пыры-расты-пыры. Допустим, потому что меня попросили не говорить, что это передаренный подарок, когда я буду обозревать весь подарок на видео про деньгождение. В общем, вот такой видос. Всем спасибо за просмотр, всем отличного настроения, всем спасибо, всем пока.